Здравствуйте, уважаемые пользователи YouTube и подписчики моего канала. И в этом уроке я хочу поговорить с вами о том, как управлять подписками в Skype. Данное видео будет полезно не только видеоблогерам, но и вообще всем активным пользователям мессенджера Skype. В одном из предыдущих своих видео уроков я уже говорил о том, как делать массовую рассылку с помощью Skype и такой программки, которая называется Clownfish. Ссылку на данный видео урок вы сейчас увидите на ваших экранах в виде аннотации. Можете щелкнуть и посмотреть. Значит, массовую рассылку мы используем тогда, когда хотим разослать рекламу, скажем, на какой-нибудь товар, который мы продаем, либо мы хотим пропиарить наш YouTube-канал, допустим, ну для любого вида рекламы, в общем, да, всем вашим подписчикам. Как вы можете видеть, у меня их, наверное, полторы тысячи подписчиков, то есть друзей в Skype. И когда у вас такое огромное количество друзей в Skype, очень легко в них запутаться. И чтобы не быть голословным, я сразу покажу вам, как можно организовать по группам ваших подписчиков в Skype. Как вы можете видеть, у меня здесь есть несколько групп, Warface, это кто у меня в игре добавлен, ну, девчонки-то понятно, короче, да, подружки мои, друзья, в общем, клиенты, то есть, с которыми я работаю, я компьютерщик сам, и, значит, в этой группе у меня здесь вот это все. Это мои клиенты, что касается моей основной работы, связанной с компьютерами, с ремонтом и обслуживанием компьютеров. Итак, вот здесь вот у меня в группе YouTube пока есть всего три добавленных человека, ну, в дальнейшем список будет, разумеется, расширяться. Сюда я еще добавлю кого-то, просто я пока еще не всех распределил. И вот как раз я об этом хочу вам рассказать и показать, как можно вот так вот организовать ваших друзей в Skype. Если мы откроем вкладочку «Все», вот здесь вот, мы можем также посмотреть в сети, кто у нас в Facebook, да, то есть одновременно, чтобы друзья из Facebook, которые в Skype, да, у нас есть, и все мы сможем увидеть всех наших друзей в Skype. Но я уже взял себе за традицию, в каждом видеоуроке, посвященном для видеоблогеров, да, который я помещаю в раздел для видеоблогеров, я всегда пиарю, стараюсь пиарить какого-нибудь моего, ну, с кем я сотрудничаю, да, либо это будет канал на YouTube, либо это будет группа в какой-нибудь социальной сети. И вот сегодня я хотел бы вам рассказать про такую группу, называется «Топ-10». Она помогает всем владельцам каналов на YouTube распиариться и, значит, в раскрутке ихних каналов. Здесь люди обмениваются советами, просматривают друг у друга видео, подписываются друг к другу на канал. То есть сейчас, в данный момент, здесь 211 человек, но я надеюсь, что группа будет со временем расти. Итак, перейдем к сути нашего урока. Да, чуть не забыл добавить, что ссылка на данную группу будет прилагаться ниже в описании, и всем, кому интересно, могут зайти, пройти по этой ссылке, посмотреть, что за группа, и если вам понравится, вы можете подписываться на эту группу, конечно. Всем нам вместе будет легче раскручивать наши каналы. Итак, перейдем, действительно, к сути урока. На самом деле, все очень просто. Для этого мы сейчас сделаем новую группу и попробуем туда добавить подписчиков. Значит, как это делается? Для этого вы должны просто щелкнуть правой кнопкой на любом из ваших друзей в списке контактов в вашем скайпе. Правой кнопочкой щелкаем. И выбираем в контекстное меню «Добавить список». И дальше делаем «Создать список». Я для примера назову этот список просто «Тбилиси». Парень, который я сейчас собираюсь, вот этот черный, да, он из Тбилиси, поэтому я делаю так. Нажимаем Enter просто на клавиатуре. Все, у нас создался новый список, который называется «Тбилиси», и в котором у нас есть сейчас один человек. Если мы хотим добавить еще кого-то сюда, мы переходим в раздел «Все». Здесь вот снова видим всех. Вот, вот, допустим, у меня еще один друг из Тбилиси. И правой кнопкой щелкаем на него. Значит, дальше управление списками. А, он уже у меня добавлен был, друзья, поэтому управление списками на него видно. Ну вот, скажем, Георг Муджири, да, он тоже у меня в списке, по-моему, да, клиенты. Так, хорошо, прошивили. Значит, управление списками. Ну, я, в принципе, я могу одновременно, каждого человека одновременно могу добавить несколько разных списков. Вот, Инга, допустим. И выбираем здесь «Тбилиси». Добавить список. Если у нас уже человек добавлен, кто-то в списке, да, то у нас будет не управление списками тогда, а, то есть не добавить список, а управление списками. И можем еще галочку поставить, скажем, здесь же, да, «Тбилиси». И он будет одновременно у нас в двух списках. И в списке «Тбилиси», и в списке «Клиенты», допустим, да. А если у нас человек не добавлен в список, то у нас будет вместо управления списками, будет такая ссылочка «Добавить список». Выбираем «Тбилиси». И вот что мы сейчас видим, значит, здесь мы выбираем не все, здесь мы выбираем Тбилиси, мы видим, что у нас уже здесь три человека. Вот этот вот Гоча Купрашвили, он одновременно у меня находится в двух списках. Клиент тоже, да, вот он, Гоча Купрашвили. Итак, в принципе, здесь ничего трудного нету, но, однако, это очень полезный вам совет на будущее, если кто-то об этом не знал. Но еще раньше я рассказывал о том, как организовать список каналов, на которые вы подписаны в Ютьюбе. Вот здесь вот, это тоже полезная функция, которой не стоит пренебрегать, когда вы подписаны на много каналов, чтобы потом в них не путаться. Все это называется организация рабочего процесса, и она очень упрощает вам работу как со Скайпом, так и с Ютьюбом, скажем, и вообще с вашими подписчиками. Да, вы гораздо меньше будете путаться, просто и легче будете находить. Меньше будет у вас тратиться времени на поиск какого-либо человека в Скайпе или на поиск какого-нибудь канала в Ютьюбе. Потому что действительно на этом может уходить много времени иногда, когда вы подписаны на тысячи каналов и когда у вас тысячи друзей в Скайпе. С вами был Поэт17, не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. На нем вы найдете много полезных уроков по раскрутке ваших собственных каналов в Ютьюбе. Я чем смогу, буду стараться вам по мере возможности помогать новыми уроками, а может быть и напрямую общаясь через Скайп. Кстати, вот этот урок, тоже шапка для вашего канала на Ютьюбе, он тоже будет вам полезен, я надеюсь. Не забывайте подписываться, ставить лайк и всем пока.